Здравствуйте! Вот такой вопрос. Значит, мне 19 лет. В 2012 году мне диагностировали синдром поликистоза яичников, жидкостное включение. После различных мазков УЗИ анализа на гормоны мне прописали оральные контрацептивы для того, чтобы мои яичники отдохнули. Я их пила полтора года и просила в июне этого года. От этих таблеток меня поташнивал по вечерам. Я думаю, что это организм привыкал, но это длилось полтора года. Я сделала вывод, что таблетки здесь мне не подходят. За время приема препарата мое либидо упало ниже нуля. Не хочется ни при каких обстоятельствах это испытывать. И это очень мешает отношениям. Скажите, может ли это восстановиться после отмены препаратов и как сделать так, чтобы либидо было выше? Может быть, принимать какие-то витамины? Ну, сразу скажу, вот прям с конца отвечу. Витамины здесь никакие вам не помогут. Что касается оральных контрацептивов. Ваши ситуации, они вам безусловно были нужны и показаны. И если вы собираетесь дальше беременеть, то, конечно, вам придется поддерживать свою, производить такую вот гормональную коррекцию, чтобы достичь своих целей. И в вашей ситуации, я считаю, гораздо важнее все-таки забеременеть и родить, пойти на это лечение, пойти на это гормональное вмешательство, а уж потом решать вопрос либидо. Но сейчас, допустим, вот вы не собираетесь беременеть. Рекомендованный период врачом лечения гормональной контрацепции вы прошли. И что теперь вам делать? Значит, сразу вам говорю, как только у вас после отмены препаратов восстановится нормальный менструальный цикл, сразу же восстановится и прежний уровень полового лечения. Дело в том, что у женщины в первой фазе цикла один уровень гормонального насыщения, во второй фазе цикла другой уровень гормонального насыщения. Естественно, присутствуют такие вот как бы скачки в лечении. В тот момент, когда эстрогенов максимально, в лечении максимально. Эстрогенов максимально у нас в период овуляции, то есть в середине цикла. То есть как только ближе к овуляции вы испытываете прилив, так сказать, сил, и саму овуляцию вы также испытываете в лечении больше, чем в конце менструального цикла перед месячными. Это такие естественные колебания. Когда вы на гормональной контрацепции, у вас всегда ровная доза гормонов. Если вы принимаете препарат, на котором написано 30 мг тенилострадиола, значит у вас, значит, в лечении на 30. Если 35, то на 35. Больше у нас в стране препаратов не бывает, чтобы было больше тенилострадиола. Тенилострадиол – это и есть тот самый эстрадиол, который даёт вам это влечение. Дело в том, что, скорее всего, во время овуляции, не скорее всего, а я уверенно говорю, точно во время овуляции дозы тенилострадиола у вас, естественно, выше, чем в препарате. Поэтому и влечение выше. А вы получаете такую ровненькую дозочку, на которой у вас такое будет среднее влечение, которое можно скорее классифицировать не как личный взрыв чувства, а как ответ на мужское влечение. Это общая проблема для всех оральных контрацептивов, преодолеть ее никак нельзя. То есть если от природы вы более социально активный человек, более быстрый на подъем, легче отвечаете на ласки мужчины, то в этом смысле вам легче. Если в целом вы такой человек более ровный, более спокойный, не очень вам это было надо, то с оральными контрацептивами, к сожалению, скорее всего, у вас эта необходимость тем более пропадет. При отмене препаратов все это дело восстанавливается. Восстанавливается нормальный цикл, восстанавливаются все эти скачки. Предположим, у вас восстановился нормальный цикл, восстановилось все, кроме либидо. Вот вы чувствуете, вот его как не было, так и нет. Это не очень хорошо. Почему? Потому что за время, когда у вас организм принимал оральные контрацептивы, он так настроился на такую вот жизнь со средней выраженностью чувства, и снова вернуться к этим страстям организм также не очень хочет. Что делать? Как это преодолеть? Вот как преодолеть вот эту привычку жить неактивно? Жить, так сказать, пассивно, отвечая на ласки мужа. Как это преодолеть? Здесь такими вот физиологическими моментами, лекарствами, витаминами никак. Можно принимать различные адаптогены, типа женьшеня, лимонника, гинкобелоба, которые в целом повышают ваши жизненные силы и в том числе и половое влечение. Но здесь я бы на вашем месте сделала акцент на поведенческие моменты. Какие именно? Это укрепление ваших отношений с вашим постоянным половым партнером. Я надеюсь, что для вас это муж, и что у вас есть перспективы стабильности, вы никуда не торопитесь, вот, и, в общем-то, вам не надо решать этот вопрос на один день. То есть вы можете с мужем это дело обсудить и решать этот вопрос навечно. Что здесь? Ну, из такого совсем доступного курорт, солнце, полураздетые люди, общая энергетика, общая такая, знаете, энергетика сексуального желания. Когда вы к этому приобщаетесь, вы, естественно, приобщаетесь и к этому желанию. Находиться полураздетым на пляже вместе с мужем, когда вокруг вас масса парочек, которые также полураздеты и хотят одного и того же, сообщает и вам частичку этого желания. То же самое совместное посещение дискотеки, то же самое совместное посещение спортзала. Когда вы находитесь в этой обстановке, вы это желание неизбежно аккумулируете в себе. Если вы аккумулируете, однажды оно у вас возродится в виде вашего физического желания. Значит, быстро с мужем на курорт, быстро на курорте, на дискотеку, обязательно с мужем вместе в спортзал. Это такие три кита. Совместный отдых, совместное посещение развлекательных мероприятий, таких, где молодые тела двигаются, и спортзал. Есть еще такие более интеллектуальные способы. Допустим, совместное посещение театра. Как правило, если спектакли посвящены тематике межличностных отношений, где присутствуют эротические моменты, также и фильмы, которые вы просматриваете вдвоем в обстановке видеозала или в обстановке театрального зала, где масса людей разделяет с вами чувства, которые они испытывают, просматривая спектакль, допустим, сопереживания партнерам, которые хотят друг друга, то либидо, половое влечение повышается. В более, так сказать, приемлемых условиях, вот так вот, в бытовых дома, это может быть просмотр видеофильма, эротического содержания, ну уж или портнографического содержания, который может вас натолкнуть на какие-то мысли, на какие-то ассоциации, которые будут способствовать повышению вашего либидо. Но мой вам совет – не зацикливайтесь на просмотре фильмов. Почему? Потому что вам нужно, чтобы либидо рождалось у вас изнутри, вот как ваше личное желание, спонтанно, внезапно. И это именно это будет ценно вам и вашему мужу. Поэтому про эти три кита, совместный спортзал, совместный отдых и посещение мест, где молодежь скапливается, выбрасывает энергию, такие как дискотека, тем более вы так молодые, вам здесь очень сильно подойдет. Если я на ваш вопрос ответила недостаточно полно, напишите мне еще что-нибудь, я еще вам отвечу. А сейчас – пока!